Всем привет! Вы слышите Лёшу Дарамона... Ой, что это я? Оговорился, извините, Лёшу Халецкого, и вы на канале Юра Играет. Да ёлки, что-то у меня сегодня оговорки сплошные. Какой Юра? Лёша играет. И тем не менее, мы продолжаем разбираться с Аттоном, недавно вышедшим к пятой циве. Это Брейв Нью Уорлд. Это третья серия, в которой Бразильская империя идёт к мировому господству. Ну, попробуем, конечно, через культуру, через туризм, чтобы исследовать эту новую штучку. Кстати, вот мы на этом закончили прошлую серию. Я специально здесь оставил скаута, чтобы посмотреть, как Шушоны ставят новый город. И вы посмотрите, какую территорию сразу отхватывают Шушоны. Ну, пришло время, видимо, поговорить об этой нации и узнать её сильные и слабые стороны, уникальный юнит и уникальная способность. Да, прошу прощения за то, что долго не появлялись видео. Во-первых, много работы, а во-вторых, вот слышите, какой у меня голос. Что-то немножко горлышко приболело. Буду лечить. Итак, Шушоны. Во-первых, очень удивительно наличие этой нации в этом Аттоне. При этом отсутствием, например, Тибета или того же Израиля, уже ставшего притчей во языцах. Шушоны, конечно, ну, влияли на историю в Северной Америке. Но, вы знаете, в моём представлении об исторической значимости какие-нибудь алиуты и то покруче будут. Ну, неважно. Это на совести авторов цивилизации, это игра. На самом деле... Зато прикольное название. Шушоны. Ещё прикольное у них имя предводителя Покателло. А вот что не прикольно, так это бонусы, которые дали этой нации. Не прикольно, конечно, тем, кто играет против шашонов. Давайте начнём с уникальной способности, которая называется Великие Простора. Все новые города шашонов стартуют с дополнительной местностью вокруг города. И плюс ещё юниты получают боевой бонус в окрестностях своих городов. Ну, боевой бонус это ладно, а вот дополнительная территория при основании города это очень круто. Я, честно говоря, думал, что будут, ну, три клетки давать. Ну, четыре максимум. Здесь же, судя по всему, десять-двенадцать дают. То есть, мягко говоря, при основании города шашоны получают практически все ресурсы, которые находятся рядом с этим городом. Не практически, все ресурсы сразу получают. По-моему, это один из самых крутых стартовых бонусов вообще во всей игре. Это настолько круто, что Великая Библиотека без проблем строится на быстрой скорости на двадцать втором ходу. Если вы смотрели моё видео про Великую Библиотеку и Петру, то знаете, что двадцать третий ход – это вообще ультра-Си. А тут на двадцать втором ходу. Я вообще раньше никогда не видел, чтобы Великая Библиотека строилась на двадцать втором ходу. И это происходит именно потому, что столица шашонов сразу получает кучу ресурсов в своём радиусе. И, в принципе, построить очень быстро Великую Библиотеку, особенно если это ресурсы с молотками, не составляет никаких проблем. Вот я недавно сыграл первую сетевую игру, и там игрок, игравший за шашонов «Привет Смертем», он вот на двадцать втором ходу построил Великую Библиотеку. Моё мнение, что эту способность патчами надо урезать, потому что это слишком много клеток. Как я и говорил, что я думал, ну, три-четыре клетки будет даваться, это тоже очень крутой бонус. А тут такое огромное количество сразу. Ну и тем более получается, что теперь Америка, США, как нация, ниже Плинтуса опустилась. Потому что если бы вот шашонам давали там три-четыре, даже пять клеток сразу, то и способность Америки получать клетки за меньшую стоимость примерно была бы равной по силе. А так уникальная способность Америки теперь, ну, совсем грустно выглядит. Так что предсказываю в будущих патчах лёгкое урезание уникальной способности шашонов. Ну и кроме того, что есть вот такая практически читерская уникальная способность, у шашонов ещё и уникальный юнит очень крутой. А именно следопыт. Итак, он заменяет скаута. Да, он стоит практически в два раза дороже, чем скаут. Первый 25 молотков, а следопыт 45. Но при этом у него сила, как у воина, внезапно, да? Представляете, по силе, как воин, восемь. Шашоны стартуют со следопытом, если все остальные нации с воинами, то шашоны, вот, пожалуйста, у них сразу скаут, только более мощный. Кроме того, они апгрейдятся, угадайте, в кого? Можно было бы предположить, что раз они по силе как воин, то хотя бы в мечников, чтобы апгрейдились. Да, уточню, что я имею в виду апгрейд из руин. То есть, так вообще следопыты не апгрейдятся, конечно, как скауты. Раньше скауты, если находят, обычные скауты, если находят в руинах апгрейд, то они либо копейщиками становились, либо лучниками. Так вот, следопыты шашонов апгрейдятся в метких лучников. То есть, есть вот такая стратегия построить 3-4 следопыта сразу в вашей столице, найти ими руины и апгрейдить в метких лучников. И ими идти завоевывать ближайшего соседа. Вы мне, конечно, можете возразить, как же они все апгрейдятся в метких лучников, там же в руинах все рандомно, не факт, что выпадет апгрейд. А вот это уникальная способность следопытов такая. Мало того, что они очень сильные, я бы вот просто оставил следопытам вот такую силу, что раз они заменяют скаутов, просто они более сильные. Но нет, у них еще уникальная способность, что они могут выбирать из руин любой бонус. То есть, там такой список появляется, и вы можете выбрать увеличение населения, апгрейд, ну что там еще, культура, вера. Все, что вот есть в руинах, вот так вот можете выбрать. Да, тут есть определенные ограничения. Если ваш следопыт выбрал, например, в руинах бонус к культуре, то в следующих найденных им руинах уже этого бонуса не будет. То есть, ему придется из любых других выбирать. Вот поэтому и строится несколько следопытов, чтобы они в каждой руине могли взять нужный вам бонус. Таким образом можно либо вот их апгрейдить в метких луков, если вы играете через завоевание. Либо выбирать этими следопытами плюс к населению, если вы играете в Аджор, например. А это тоже очень круто. Вы только представьте, вы ставите свою столицу, которая сразу получает большую территорию с большим количеством ресурсов. Но она пока маленькая, потому что один житель всего и не растет. Но благодаря следопытам, которые вы, естественно, строите 2-3 штуки в начале, вы можете очень быстро увеличить население вашей столицы. То есть, сам по себе рост. Ну, до трех жителей дорасти не проблема любой нации, даже без ресурсов. И плюс еще, предположим, эти три скаута в руинах находят плюс к жителям. И вот у вас уже столица на первых 20 ходах уже с населением в 7-8 человек. Это, ну, блин, это офигенный буст в начале развития. Поэтому мне очень странно, что шашонов сделали с настолько сильными бонусами. Я рекомендую пока в сетевых играх, например, их отключать. Потому что эти бонусы в руках сильного игрока еще более круты, чем, например, у Испании бонусы с их плюс 500 золота за чудо света и удвоенная отдача от чудо света. То есть, вот, шашоны такая нация, что вносит некоторый дисбаланс в сетевую игру. Ну, и к тому же, я думаю, ею будут любить играть всякие нагибаторы и ливеры. Вот как после выхода богов и королей за Испанию. Многие брали Испанию, и если не находили чудо света первыми, не получали эти 500 золотых, то выходили из игры. Так и тут явно будут играть шашонами. И если, типа, мало будут находить руин своими следопытами, тоже будут выходить из игры. Так что, если вы играете с незнакомыми людьми, и он вначале сам выбирает шашонов, чтобы за них играть, то я бы на вашем месте поостерегся. Так, я тут уточнил, сколько клеток сразу захватывается при основании города. Значит, выбирается 8 клеток. 8 клеток, когда вы ставите город за шашонов, сразу присоединяется к вашему городу. Не считайте 6, которые уже у всех городов, когда вы основываете. Но самое главное, что алгоритм выбирает лучшие 8 клеток в радиусе трех тайлов. То есть, таким образом, можно сказать, что вы всегда получаете самое лучшее стартовое место для города, где бы то ни было. То есть, возможно, я так понимаю, что компьютер и знает, какие скрытые ресурсы на этой клетке есть. Там, может, уран, какой-нибудь или уголь. И тоже их сразу захватывает. Ну и, таким образом, еще очень удобно ранний раш устраивать на других соперников. То есть, вы ставите, ну, как обычный раш, ставится город под столицей соперника, и оттуда атакуется. Но в случае шашонов, вы мало того, что город поставите, так еще и сразу отберете еще не занятые ресурсы роскоши. Ну, не надо будет их покупать. То есть, вообще, круто. Я не знаю, вот сколько требуется денег, чтобы 8 клеток купить. Оно постепенно же увеличивается там стоимость, но, наверное, 500 золотых вполне будет эквивалентно для каждого города. Представляете, да, какой бонус у шашонов? Или есть вот такой вариант. Спасибо Сидри за идею. С следопытами. Вот три следопыта, например, вы в избушках апгрейдите в метких лучников. Но не соседа идете захватывать, а начинаете бычить на города-государства и требовать с них дань. Поверьте, три метких лучника на такой ранней стадии игры вы будете очень долго на первом месте по армии. Таким образом, вы сможете собрать дань, ну, с очень многих городов-государств и купить, например, поселенца и намного быстрее развиваться. Вот тоже вариант. То есть шашоны, по моему мнению, на данный момент несбалансированная нация. Слишком сильные бонусы у них, и я думаю, что в патчах они будут исправлены. То есть в одиночной игре, я думаю, вам за них будет интересно поиграть. Вот теми стратегиями, что я вам сейчас рассказал для раннего развития. А вот в сетевой игре все-таки не думаю, что шашонов стоит использовать в игре, потому что это несбалансированная нация. Вы просто не получите удовольствие от игры. Ну, или хорошо, вот у меня часто говорят, что я рассказываю о том, как играть с кем-то, и не рассказываю, как против этого действовать. Вот вы в сетевой игре, и против вас шашоны играют. Что делать? Ну, надо искать союзников сразу же, и как-то объединяться против этих нагибаторов, и побыстрее их выносить. Поэтому рекомендую, если у вас в соседях шашоны, то договариваться с другими соседями, и как можно раньше мешать их развитию, или вообще уничтожать на карте. Потому что иначе они очень далеко уйдут в развитии, или вынесут вас тут. Зависит от того, как будут развиваться шашоны. Да, я сказал, что шашоны нивелировали бонус США как нации, так еще они, в принципе, нивелировали бонус Эфиопии. Потому что, напомню, что у Эфиопии плюс 20% силы юнитов на своей территории против нации, у которых больше городов. А у шашонов плюс 15% силы на своей территории вообще против всех, вне зависимости от количества городов. Вот и сравните. В общем, шашоны почему-то какими-то вообще терминаторами стали. Получили столько много бонусов, когда у других наций их совсем по чуть-чуть. Ну и последнее, что я не упомянул, это еще один уникальный юнит шашонов. Каманчи, которые заменяют кавалерию. Они более дешевые и более быстрые. То есть, вместо трех клеток у них четыре клетки. И стоимость у них строительства 134, если мне не изменяет память. А у кавалерии, по-моему, 150. Ну, в общем, их быстрее строить. Вот и все. Ну, надеюсь, что на этом рассказ про шашонов можно считать завершенным. И давайте я отвлекусь немножко еще на караваны. Вот я тут недавно отправил караван к Португалии. Немножко назад отступим, и я стоп-кадр сделаю. Итак, я из своей столицы Рио-де-Жанейро хочу отправить караван в столицу Португалии. Нет, в столицу Португалии Желессабон. Просто в город Португалии Порту. И вот как высчитывается доход, который я и мой торговый партнер будут получать. Вот ее равеню, то есть ваш доход. Базовое одно золото. Плюс к этому будет еще 15 сотых от того, сколько золота зарабатывает мой город. Порта в ход ноль золота, так что никаких добавок. Плюс к этому у Рио-де-Жанейро присоединено три ресурса. Вот видите, два ресурса роскоши, шелк и медь, и один обычный ресурс стратегические лошади. Они все одинаково стоят. То есть по половине золотого за каждый ресурс. То есть с ресурсов еще плюс полтора. Кроме того, мой город находится на реке. Поэтому плюс 25 сотых, плюс 25 процентов у меня за это добавится. Итак, считаем. Один плюс 15 сотых, плюс полтора. Это уже 2,65 и плюс 25 процентов. И получается в итоге, что я получу 3 золотых и 31 сотая каждый ход. Порта же получит всего одну золотую. Видите, базовый один золотой. И так как у них там нету никаких ресурсов, то один золотой всего лишь. Плюс к этому бонус за религию. Так как Мария открыла 2 технологии, которые я не знаю, то я буду получать 1 очко технологии за ход. Я вот в прошлых сериях говорил, что каждая технология – это 1 очко науки. Нет. Оказывается, 1 очко науки за 2 технологии. Ну и, соответственно, Мария не знает 1 технологию, которую знаю я, и тоже будет получать 1 очко науки. Вот, видимо, тут я и ошибся. Просто 5 десятых очков науки нельзя получить, и они округляют в сторону большего. Значит, 1 очко науки. Если бы 3 технологии не знала, то получала бы 2 очка науки. Вот так высчитывается доход от караванов. И самое главное, что вы всегда можете вот так вот навести мышку и посмотреть доход. Более того, караван работает в течение 30 ходов. Это значит, что вы в это время можете присоединять новые ресурсы или ваш соперник, не соперник, а торговый партнер тоже присоединять. Строить какие-то здания, дающие больше дохода. И вам достаточно будет открыть меню караванов. Вот сверху, видите, между счастьем и золотыми. И там, опять же, все доходы будут расписаны, чтобы вы понимали, почему у вас теперь каждый ход, будут так изменяться прибыль ваша. Дальше у нас пойдет разговор о следующей убернации, которую я еще не описывал в своих видео. Это Зулусы. Еще одна новая нация в аддоне Brave New World. И тоже, я считаю их наравне с Шошонами, убернации. То есть это две самые крутые новые нации, судя по сыгранным играм и так далее и тому подобное. Опять же, повторю, что это лично мой субъективный взгляд, ваше право на него реагировать или нет. Но мне кажется, что я так чуть-чуть во всем этом разбираюсь, поэтому вам и советую, и рекомендую. Зулусы, в отличие от Шошонов, не такая разносторонняя нация. Это скорее машиноубийство. То есть тут все заточено на войну. И их уникальное свойство и уникальное здание как раз очень крутое для ранних быстрых рашев. Итак, Зулусы, лидер Шака, уникальное свойство, называется Иклва. И оно дает на 25% больше боевого опыта для всех юнитов и в два раза меньше содержания отрядов ближнего боя. Что-то похожее есть у немцев, но слава богу, в отличие от Шошонов, тут Зулусы не совсем перекрывают бонус немцев, потому что у немцев минус 25% содержания наземных отрядов вообще всех, а у Зулусов в два раза меньше содержания отрядов ближнего боя. То есть на всяких метколучников, пушек и так далее это не распространяется. Но с другой стороны в два раза меньше содержания. И ничто не мешает Зулусам просто не строить метколучников, а строить кучу, кого там у нас, копейщиков, мечников и так далее и тому подобное. И просто вот этой оравой выносить всех и вся. И более того, им в этом поможет их уникальное здание, которое заменяет казармы. Называется Икханда. И оно дает бонус против как раз стреляющих юнитов. Но отвлечемся немного от Зулусов. У нас рождается первый великий артист. В данном случае великий писатель Томас Меллори. Я не в курсе, кто это, но я уже погуглил. Но давайте сначала посмотрим, что вот можно создать либо великую работу и с ее помощью получать очки туризма, поместить там амфитеатр. Или написать вот политический трактат в данном случае и получить сразу определенное количество очков культуры. Но мы пишем шедевр. Цитирую. Однако многие люди во всех краях земли английской полагают, что король Артур не умер. Но был по воле Господа нашего Иисуса перенесен отсюда в другие места. И говорят, что он еще вернется и завоюет Святой Крест. Кстати, обратите внимание, что в этой цитате убрана часть про «И завоюет Святой Крест». Оставлено только, что он еще вернется. Хотя в оригинале, а это книга «Смерть короля Артура», 20-21 книга из цикла про короля Артура, вот Томаса Меллори, это я уже погуглил, извините, там цитата полностью звучит «Вернется и завоюет Святой Крест». Прям даже не знаю, почему разработчики из «Фераксис» внезапно обрезали эту цитату и убрали всякое упоминание про Святой Крест. Это толерантность. Надеюсь, всяких этих мусульманских поэтов будут цитировать, там не будут убирать и расчленить христианских младенцев. Ну, это я шучу, конечно. Такого никто не писал из великих поэтов. Итак, как мы видим, смерть Артура приносит нам два очка туризма и два очка культуры. Ну и если бы мы написали политический трактат, повторюсь, мы бы сразу просто получили много очков культуры, но у нас бы этот великий человек исчез, и мы бы каждый ход ничего не получали. Сколько очков культуры мы получим зависит от того, сколько культуры мы имели в предыдущие ходы. Например, при использовании великого ученого вы получаете сумму очков науки за последние восемь ходов. То же самое касается и вот великих артистов, великих поэтов. Вы получите столько культуры, сколько равняется сумме очков культуры за последние восемь ходов. Ну и интересно, что вот все эти шедевры культурные, они даются в ту эпоху, когда вы их находите. Вот в данном случае самое раннее – это Томас Мэлори. Он вообще 15 века писатель английский. Но мы еще не вышли в нашу эру даже. Просто это, видимо, самое раннее, что могут дать. Правда, я вот не знаю, будут ли давать писатели, художников и так далее в зависимости от нации. Понятно, что у Бразилии – это молодая страна, и тут их местные великие артисты могут только в новом времени, видимо, появляться. Ну, посмотрим, доиграем до этого момента, и будет видно. Ну, а здесь еще влияют шедевры в зависимости от того, в какую эру они появились. То есть вот сейчас, по-моему, классическая эра считается, потом будет Средневековье, и это будет влиять на бонусы. Но это еще мы дальше посмотрим, в следующих сериях разберем. А сейчас вернемся к нашим баранам, то бишь к Зулусам. Остановились на том, что Икханда – уникальное здание, которое заменяет казармы, дает очень много бонусов. При этом, если вы идете по чести, то еще быстрее ваши юниты прокачиваются. Причем самое интересное, что перед выходом вот этого аддона все думали, что у Зулусов слишком крутой уникальный юнит – импи. Который может и стрелять, и нападать, он заменяет пикинера, то есть наносит двойной удар. Сначала обстреливает с дистанции, потом вступает в ближний бой. Оказалось, что импи не очень-то и хорош, в принципе. А вот уникальное свойство и уникальное здание у Зулусов – вот это действительно тот самый убер, против которого сложно придумать защитную тактику. Так вот, Икханда дает плюс один к передвижению, во-первых. Начнем с этого вообще. То есть вы ваза в начале игры, в античности, в классической эре, юниты начинают бегать практически как конники. При этом они не конники, а мечники, кто там, копеечики. Очень быстро бегают. Кроме плюс передвижения – защиту от дальнобойных юнитов. И бонус при атаке с фланга. Повышает боевую мощь и еще доступ к двум уникальным повышениям дает. А защита от дальнобойных юнитов еще и прокачивается дальше. Можно прокачать аж до 90% защиты. Вообще, как против такого играть? Я вам скажу, что я сыграл свою первую сетевую игру. Там играли очень сильные игроки. Вот Смертин за Шашонов играл, Дмитр играл за Марокко. Короче, мы выбрали все нации из нового аддона. И мне в соседи попался Кулкэт со своими зулусами. Короче, где-то, по-моему, на 50-м ходу меня вынесли. И то, по-моему, потому что местность была не особо проходимая. Так бы это все было быстрее. То есть, как обычно происходит. Чтобы кого-то захватить, вы строите много дальнобойных юнитов. Приходите, обстреливаете им город или юнитов соперника. И захватываете либо скаутом, либо другим коником. И против такого можно защищаться, опять же, теми же дальнобойными юнитами. То есть, если вы к моменту нападения на вас успеете построить много дальнобойных юнитов, то вы отобьетесь без проблем. Здесь же приходят юниты, у которых прокачана защита от ваших дальнобойных юнитов. Которые еще и передвигаются быстрее ваших дальнобойных юнитов. Понимаете, да? Бонус имеют при атаке с фланга. Но здесь воевать... Ну, естественно, что Кулкэт тогда подготовился, еще и с генералом пришел. То есть, я навожу мышку на зулузского воина. А он тогда с дуболомами пришел, с копейщиками, то есть, с начальными юнитами. И вижу, что я совсем чуть-чуть его там пораню. У меня, по-моему, было штук семь метких лучников. И это мне ничего не помогло. Поэтому против зулусов, опять же, очень ранний нужен союз. Но проблема в том, что зулусы очень рано имеют вот такой бонус. То есть, тут не надо ни на что отвлекаться. Сразу идете к казармам. То бишь, к этой Икханде. Строите ее. И клепаете юнитов. При этом по социальным политикам идете в честь. Берете генерала. То есть, там еще и плюс, сколько это процентов скорости к постройке юнитов. И не останавливаясь. Не надо даже никакие другие города ставить. Идете выносить ближайших соседей. Берете их города в себе в марионетки. И таким образом постепенно зачищаете территорию. Денег у вас будет много за счет захвата. Можете еще там варваров выносить и их захватывать поселение. То есть, с этим у вас тоже проблем не будет. Вообще, вот эта волна зулусских воинов на данный момент тоже не очень понятно, как останавливается. И здесь проблема, что опять же, как и с шушонами, слишком много бонусов надавали зулусам. Почему у них так много всего внезапно стало? Почему? Ну, хорошо, Икханда давала бы просто только защиту от метких лучников. Но почему еще и плюс передвижение? Плюс еще бонус к атаке с фланга? Что это за фигня такая? Ну и аж половина содержания наземных юнитов, ну не наземных, имеется в виду в рукопашную, которые воюют. Это тоже очень круто. Сделайте хотя бы 33 процента или как у тех же немцев 25 процентов. Ну, это к тому же, что немцы 25 процентов имеют, но при этом у них нету опыта больше у юнитов. Правда, немцы могут себе варваров переманивать, но все равно. То есть, вы сами подумайте, что... Так, отвлекусь немного. Поляки только что построили терракотовую армию. Видите, у них армия стала 47 тысяч. Недавно мы смотрели демографию, если вы отмотаете назад видео, и у них было 34 тысячи армия. То есть, увеличилось примерно на 13 тысяч. Сейчас я вам немножко поясню про терракотовую армию. Почему-то многие думают, что она умножает имеющуюся армию на 2. То есть, вы получаете столько же юнитов, сколько у вас есть на данный момент. Это не так. Вы получаете по одному юниту имеющегося у вас типа. То есть, если у вас 4 лучника, то терракотовая армия даст вам одного лучника. Если у вас, ну, предположим, 4 лучника, 2 мечника и 1 копейщик, то вы получите с терракотовой армией только 3 юнита. Одного лучника, одного мечника и одного копейщика. Поэтому, если вы планируете кого-то завоевать через терракотовую армию, то рекомендую просто строить разные юниты. Ну и апгрейдить. Например, построить двух лучников, потом одного из них только проапгрейдить в меткого лучника. И таким образом вы через терракотовую армию получите одного лучника и одного меткого лучника. И потом сможете их использовать в войне. Вот, обратите на это внимание. По-моему, в предыдущих видео об этом рассказывал, но хочу еще раз на это обратить ваше внимание. Ну и, естественно, так как у поляков сейчас стала куча войск, а ближайший их сосед я, то я могу предположить, что скоро эти все войска придут ко мне. Смотрите-ка, пришло время принимать религию. Оказалось, что тут добавилось верование. Вот протестантизм и православие появились. Остальные вроде были. Ну и индуизм, я не знаю. Ну, мы возьмем протестантизм. В Бразилии, хотя, конечно, больше распространено католичество, но просто прикольный значок. Мне больше нравится, чем католический. Ну и, естественно, берем все верования, которые хоть как-то увеличивают культуру. Потому что мы пытаемся выиграть культурные победы и посмотреть, как тут действует туризм. Поэтому вот плюс два культуры от храмов. А пока продолжу про зулусов. Зулусские вот эти воины получают за счет уникального свойства зулусов на 25% больше боевого опыта. А если взять еще в честь тот социальный институт, который дает плюс 50% опыта, так практически в два раза быстрее опыт будет появляться. А если еще учитывать их уникальную способность, которую Кханда дает защиту от дальнобоя, блин, ну вот какой юнит тогда, получается, может противостоять? То есть дальнобойные юниты противостоять не могут, да? Все остальные юниты... Ну, видимо, у меня единственная мысль, что надо при соседе Зулусе сразу открывать хотя бы копейщиков и строить их без остановки. Плюс принимать в верованиях там всякие пантеоны, которые плюс к защите рядом со своими городами дают. И тогда, возможно, можно будет как-то защититься, потому что Зулусы не будут строить дальнобойные юниты. Ну, конечно, там парочку может и построить, но в основном будут упор делать на рукопашных юнитах. Поэтому вот так. Ну, как я и говорил, Казимир не стал держать в закромах таракотовую армию, разбухшую, там, не знаю, объялись таракота, видимо, и направил ее против меня. Объявил войну как ближайшему соседу. И сейчас бузить у меня на границах будет. Но Зулусы очень крутые в военном плане. Если раньше думали, что гуны очень крутые, но гуны вот прошли их тараны и коники с луками, и все, и у гунов никаких бонусов нету. А бонусы Зулусов сохраняются на всей протяжении игры. То есть они могут вынести вас что и ранним рашем, что и развиться, и потом вынести. У них очень крутые способности. Так что обратите внимание на Зулусов. Я бы тоже пока не рекомендовал в сетевых играх против них играть. Не знаю. Но на самом деле мне пока Зулусы видятся менее читерными, чем Шашоны. То есть вот бонусы Шашонов как-то более такие невероятные в моем понимании. То есть против Зулусов все-таки, если очень сильно постараться и правильно разыгрывать, ну, мне кажется, можно противостоять. А вот против Шашонов тут даже дело не в войне, а именно в их развитии. То есть они очень крутые бонусы получают с самого начала. Ну и вообще попробуйте, я рекомендую, в одиночной игре против компьютеров именно с Зулусами поиграть. Заодно потренируйтесь в тактическом плане, потому что у них очень крутые войска будут. Вам будет проще воевать, видимо, против компьютера. Вот, попробуйте. Ну, как видите, войско польское окружает Бразилию. Выступили на границе моего четвертого города. Но война с Польшей будет уже в следующей серии, извините. Тут время заканчивается третьей серией. Ну, еще пару слов про уникальный юнит Зулусов. Импи. Они заменяют пекинеров. У них полностью такие же характеристики, как и у пекинеров, только еще плюс имеют одну лишнюю атаку в начале. Причем она не рукопашная, а типа дальнобойная. Только надо на соседней клетке находиться. То есть это что-то типа китайских арболитчиков, тоже с двумя атаками. Ну и вообще Зулусы очень похожи на Германию стали, только круче по многим параметрам. То есть вот такой, типа, замена любителям играть за Германию. Такая воинственная нация. Ну, все. На этом все. Третья серия закончена. Ведь она получилась посвященной Шошоном и Зулусам. В следующей серии суровая битва против войска польского. Кто же победит? Религиозные фанатики из Польши или культурные бразильцы? Ну, еще не рассказано про Индонезию. И вообще, как я понимаю, аддон впереди нам будет открывать еще много всего нового и интересного. Так что рассказывайте, рассказывайте. Все, вы слышали Лешу Драмона. Канал Юра играет. Кстати, подписывайтесь, рассказывайте о нем всем своим друзьям. И удачи, играйте в умные игры.